всем доброе утро доброе утро всем все я вернулся в киев слава богу все и и продолжаем продолжаем вот помолился с утра пошел помолился шахарит и продолжаем изучать самую великую мудрость выше этой мудрости нет вообще то есть это даже сейчас мы не понимаем насколько счастливы мы что мы можем изучать царя соломона представляете царь соломон мудрейший из людей я сегодня молился прямо вот прочувствовал слова когда мы говорим первое первое благословение защитник авраама что бог защитник авраама представьте ситуацию авраама видно 4000 лет назад он начал молиться богу и с богом у него произошел connection connection и с тех пор с тех пор вот четыре тысячи лет четыре тысячи лет бог защищал всех вот этих вот потомков авраама которые были от авраама дальше 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 то есть между авраамом авину працом авраамом и мной 4000 лет это 25 лет в среднем человек рожает ребенка в 25 лет значит разделить на 25 это 40 160 поколений 160 человек было между мной и авраамов и авраамом авину до працом авраамом которых бог защищал защищал и они не погибли представьте как это надо было пройти за эти четыре тысячи лет мир полной опасности и в каждом поколении каждый из них молился и просил бога дай мне пропитание дай мне там здоровья дай мне возможность выжить и передать вот эту тору дальше и дошло до меня представляете вообще это для меня сегодня прям очень поразило прямо еще раз что бог защитник авраама то есть авраам соединился с богом прошел через огонь через печь там сына готов был ицкака в жертву принести все и дальше из поколения в поколение все его потомки и до сегодняшнего дня и сейчас мы сейчас мы можем изучать мудрость а потом был царь соломон мудрейший из людей он жил значит когда он жил примерно три тысячи сейчас я скажу 2800 лет назад 2800 лет назад у царя давида родился сын царь соломон и это царь соломон шло моего звали стал царем когда ему было 12 лет представляете всего 12 лет ему было когда он стал царем и уже к он храм построил ему меньше 20 лет было когда он храм построил представляете и вот он построил храм и он оставил такую великую мудрость мнение он построил на храм папа подготовил Царь Давид подготовил материалы, деньги, план, он все подготовил, а царь Солмун построил, и мы сейчас изучаем его мудрость, он нам передал мудрежность, вообще это удивительно. Хорошо, все значит, двигаемся дальше, сегодня у нас 21 глава и отрывок 26. Значит, в 25 отрывке мы остановились на том, что есть такой вид злодеев, нет, 25 отрывок был такой, что вожделение ленивца его убивает, потому что его руки отказываются работать. Все, на этом мы остановились, что ленивый человек, он не управляет собой, не управляет своей жизнью, его тело его не слушается, а он слушает свое тело, и в итоге его вожделение, но при этом мысль его, да, желание его, они же, на них много энергии не надо, чтобы что-то захотеть, нужно просто захотеть, ничего здесь сложного нет, да. И из-за того, что у него есть разрыв между желаемым и действительным, то он из-за этого, он из-за этого убивается, да, вот этот вот ленивец, и переживает, и это его убивает, то есть это его убивает в физическом плане, ну и в духовном тоже. Дальше, 26 отрывок говорит так, значит, Значит, продолжается эта же линия и говорится, что вот этот вот злодей, не злодей, а ленивец, он целый день, он что-то хочет, вожделеет, и таве тава, то есть у него, его жизнь, она посвящена тому, что он все время что-то хочет. И вот мы говорим в молитве Шма-Исраэль утром и вечером, это основная установка такая, знаете, сейчас модное слово, аффирмация, вот это тренинг, установки, а по Торе нужно каждое утро и каждый вечер, есть такая главная молитва, которая называется, как? Шма-Исраэль, слушай, Израиль, Ашем-Илокену, Бог всесильный наш, Бог один, все. И потом там есть такие слова, что не будете блуждать, влекомые сердцем и глазами. То есть обычный человек, он блуждает, влекомый сердцем, своими желаниями и глазами. Он, о, посмотрел, о, какой стульчик оранжевый, хочу стульчик, хочет кофе еще выпить. О, там. Итан, а ты что, в Буковеле был? На лыжах катался? Ой, хочу в Буковель, вообще, я хочу в Буковель. А что же я не поехал? Блин, вот надо было мне с тобой поехать. Эх, когда же я поеду в Буковель? Да, никогда не поеду в Буковель, наверное. Потому что я, с одной стороны, хочу на лыжах кататься, с другой стороны, падать не хочу и лечиться потом в больнице. И вот, значит, человек, вот так проходит все его время, да? То есть он все время блуждает, влекомый желаниями и глазами. Вот так вот, прямо. И так происходит у 7,5 миллиардов людей, блуждающих по миру. Теперь, говорится нам в 26-м отрывке, царь Соломон нам сообщает, что Коль Айом и Тава Тава, то есть каждый целый день человек вожделеет свои желания. То есть эти желания, они бесконечны. Они загораются и отпадают, загораются и отпадают, переходя одно в другое. Бывает, у человека есть какое-то сильное желание, но потом оно все равно отпадает, потому что для того, чтобы реализовать любое желание, нужно выйти из зоны комфорта, уйти в дискомфорт. А человек, когда что-то хочет, он хочет всегда одного и того же. То есть, как бы внутри любого желания лежит желание получить удовольствие, просто кайфануть. И когда человек, он хочет кайфануть, а в итоге, чтобы получить этот кайф, ему надо пострадать, то у него это страдание гасит удовольствие, и он хочу-не хочу, хочу-не хочу, хочу-не хочу. И он вот так вот колбасится целыми днями, и всю свою жизнь так и проколбашивается. Не бывает, что человек хочет что-то больше, чем человек? Больше? Нет. Все равно, как бы в основе любого желания лежит желание получать удовольствие. То есть, и человек, когда он хочет даже какие-то духовные вещи, да, у него все равно, вот я это сделаю, и я почувствую себя хорошо в этот момент. Вот я в этот момент, когда я реализую свое желание, то я почувствую себя хорошо. То есть, вообще, люди все стремятся к ощущениям, к ощущениям, чтобы ощущать счастье, состояние. И состояние счастья приходит, когда человек получает желаемое. И вот поэтому люди стремятся, и чем я сильнее хотел, и тем больше у меня потом выброс вот этого вот счастья, когда я получил то, что я хотел. Понятно, да? Теперь, так нам еще раз вернемся, 26-й отрывок, он нам говорит. Коля-йом и тава-таава. Целый день он хочет свои вожделения, обычный человек, целый день хочет свои вожделения. Вы цадик, и тен вело яхсох. Цадик это праведник. Кто такой цадик? Цадик, он во всем этом разобрался, как вся эта штука работает. Как он разобрался? Он получил Тору. Тора ему объяснила, что если у человека вот эта вот животная часть, если у человека душа, есть Бог, Бог сказал, это делай, это не делай. И в итоге все равно даже цадик, он к чему стремится? К удовольствию. Только он стремится к вечному удовольствию, общению с Богом. Ему сказали так, что ты, если цадик пройдешь, значит, пройдешь жизненный путь и пройдешь его точно, вот знаете, как компьютерная игра, то есть не потеряешь жизнь, соберешь все, что надо было собрать, все заповеди и так далее, все ты сделаешь и перейдешь ты бах в другой уровень игры и ты попадешь в вечный кайф. То есть цадик тоже стремится к кайфу, только к вечному. Так вот теперь, привет из Нью-Йорка, цадик стремится к вечному кайфу и у него поэтому подход к жизни такой, он здесь понимает, что чем он больше отдаст, тем больше он получит там. Вот есть очень интересная такая история, когда-то Ротшильда, Ротшильды это династия, которые огромные, ну они очень богатая династия, прям они уже много, несколько сотен лет, они одна из самых богатейших семей в мире. Я в книге Куэлит, в Экклезиасте, я, нет, в этой книге или в книге, когда-то у меня есть книга «Самый простой путь в бизнес», я там приводил историю семьи Ротшильда как пример, как люди становятся богатыми и его путь как раз был здесь выражен, он был парадоксальный, то есть путь к большому богатству лежит именно в переломлении своей вот этой вот животной человеческой природы брать. Все хотят брать от этого мира, от других людей. Теперь, значит, почему я вспомнил про Ротшильда? Ротшильда спрашивали как-то одного из там около ста лет назад из Ротшильдов, как-то спросили, сколько у вас есть денег? А никто не знает, сколько у них есть денег, то есть у них так построена семейная вот эта вот бизнес, что все знают, что они богатые, миллиардеры, но насколько они богатые, никто не знает, это целый клад такой. И вот одного из Ротшильдов спросили, сколько у вас есть денег? Он говорит, сейчас я вам точно скажу, сколько у меня есть денег. Достал блокнот и говорит, у меня там есть, и назвал цифру несколько десятков миллионов долларов. Ему говорят, ну не может этого быть, у вас явно больше, то есть, ну даже если неизвестно сколько, но не несколько десятков миллионов долларов, там сотни миллионов, миллиарды, но не несколько десятков. Хотя это было сто лет назад, несколько десятков, это как сейчас миллиард, например. Он говорит, нет, это те деньги, которые я раздал на благотворительность, на цдаку, вот это мои деньги, то есть, эти деньги, которые я отдал, они стали моими навсегда, навечно. Все остальное не мое, то есть, я когда оно, во-первых, я его, я знаю, что это мое, оно в каких-то бумагах это мое, но по факту это все не мое, потому что оно очень легко от меня отрывается, а когда я умру, так точно оно будет не мое. А вот цдака, то, что я раздал, это мое навсегда, навечно. И эта цифра, это то, что я раздал, то, что уже от меня не заберешь. Вот здесь об этом написано, что цадик, праведник, он наоборот, он дает, он дает, видите, 26 отрывок, цадик и тен в Илояхсох, он дает и не жалеет, потому что у него нет привязанности к материальному, у него есть привязанность только к духовному. Поэтому он очень легко, он не очень легко, потому что цадик все время борется со своим вот этим животным внутренним программой только забирать, только забирать. А цадик, он дает и не жалеет, и он поэтому еще при этом радуется. Так что легче в этом мире, забирать или давать? Конечно, легче давать, потому что, вернее так, вернее, сложнее человеку переломать себя, переломать себя сложнее и начать давать. Но если взять процесс, то процесс давания намного легче, чем забирание. Если я хочу сейчас, например, у Итана что-то забрать, то мне сложно. Если я хочу ему дать, то легко. Понятно, да, идея? То есть цадик, поэтому он дает и не жалеет, и в этот момент он попадает в резонанс с кем? С Богом, потому что Бог-то он только дает, ему же ничего не надо. И цадик, он попадает в резонанс с Богом. И все самые богатые люди, у них клик произошел, они смотрят на мир не как забрать у мира. То есть то, что они получают от мира отдачу, это следствие. Они смотрят только как дать, как дать миру. И вот если мы посмотрим, самые, например, там, самые богатые компании, они сумели дать людям максимально хороший товар. То есть они сумели, они думали не о том, как забрать больше денег, а как дать максимально крутой результат. И в этот момент бах, или мастер, например, да, один мастер, он думает, как же мне дороже взять цену с человека. А другой мастер думает, как же мне сделать идеальную работу. И тот, кто делает идеальную работу, в итоге все равно получит больше денег, чем тот, который думает, как больше забрать. Понятно, да? Все, принцип понятен. 27-й отрывок, двигаемся дальше. 27-й отрывок звучит так. Зевах решаим тоева, авти базимая веену. Значит, теперь нам перебрасывает нас Сайф Салмон, как он часто делает. Он показывает нам одну сторону медали и вторую сторону медали. То есть есть ленивый, который ничего делать не хочет. Есть, значит, ленивый, который хочет много получать, и поэтому он страдает. Есть Сайф Сайф, который дает, раздает и радуется. Только он дает, раздает и радуется. Это как бы нам показали одну. Теперь нам показывают в шкала, которая идет в минус. А есть в 27-м отрывке написано, приношение, жертвоприношение злодеев, мерзость перед Богом. Особенно, если он его приносит базима, то есть если он это делает осознанно, обманывает Бога. Как это работает? Значит, раньше, когда был храм, была возможность приносить жертвоприношение. Значит, человек мог, вот человек совершил какой-то грех, да, совершил он какой-то грех перед Богом, перед людьми. И он, значит, хочет, чтобы искупить этот грех. То есть, как сейчас модное слово такое, более понятное современному человеку, карма. Есть такое слово, карма. Что посеешь, то и пожнешь. И вот человек посеял какие-то злые свои дела, кого-то обманул, что-то сделал не то. Он засеял такие сорняками, засеял себя и свою жизнь. И тут он осознает, что он сделал зло, которое, что посеешь, то и пожнешь, которое к нему вернется. И он в этот момент, он может, когда был храм, он мог прийти в храм, принести специальные жертвы, грехоочистительные жертвы. То есть, были чистые животные, которых убивали. И как будто бы там что-то происходило на небе, и очищался этот человек. Но он очищался только, если он сам лично внутри сделал тшуву. Тшува это раскаяние. То есть, если он раскаялся, если он в раскаянии есть такая часть, называется ведуй. Ведуй это как исповедь. Если он вслух сказал, я сделал так-то и так-то. Не кому-то сказал, а Богу сказал, вслух сказал, я сделал так-то и так-то. Я в этом раскаиваюсь. Теперь я на будущее беру на себя обязательства, так я делать не буду. В этот момент у него искупился и корень. Корнем любого преступления было его внутреннее, интеллектуальное и духовное решение сделать зло. И потом он приносит эту жертву, и у него и внешне его искупился этот грех. Теперь говорит нам царь Соломон, что вот эта жертва внешняя, да, то, что убили животное, если человек остался злодеем, если он внутренне не исправился, она значит, что мерзость перед Богом. Ничего он не очистился. Особенно, если он это делает осознанно, то есть если он жертвой пытается обмануть Бога. То есть если бывает человек неосознанно, он говорит, я согрешил, ладно, принесу жертву, очищусь. И он приносит жертву, чтобы очиститься, но вот эту вот часть внутреннего раскаяния он не сделал. Это просто мерзость. Просто убили животное невинное и все, еще одно сделал преступление, получается, да. Теперь, если он осознанно думает, я сейчас принесу жертву, буду дальше грешить, это еще хуже. Понятно, да? То есть возле есть тоже стадии, есть зло менее осознанное, есть зло более осознанное. Теперь внешняя форма искупления, как бы, грехов не работает. Работает внешняя только вместе с внутренним. В данное время у нас нет храма, нет жертвоприношений, поэтому мы можем делать только внутренне. Мы можем раскаиваться в своих каких-то преступлениях. И внешне, единственное, что мы можем вместо жертв, мы можем, что делать сейчас? Вздока, милосердие. То есть мы можем начать, наоборот, активно создавать добро. То есть активно делать добро, помогать, стать садиками такими, помогать. Вот добрые дела, добрые слова, добрые какие-то поступки. Там помог, здесь помог, тут помог, тут сделал добро, там сделал добро, тут Тору поучил. Там, но, опять же, раскаяние плюс добрые дела, оно очищает, очищает человека. Понятно, да? Хотя там есть целая система. Если мы посмотрим всю систему, как исправляется, ну вот таким современным языком карма, по Торе мы знаем, что человек есть, в Торе нет такого слова карма. В Торе есть, что та мера, которую человек меряет, меряют ему с небом. То есть по Торе есть та же карма, только она звучит без слова карма, а что все, что человек делает, он потом получает плоды своих действий. И написано, если пришли неприятности на человека, что он должен сделать? Ифашвешбаматсав, проверить свои дела. Если он проверил свои дела, не нашел, за что ему пришли неприятности, это значит, мало учил Тору. У него нету правильной системы, по которой он оценивает свои дела. Понятно, да? Хорошо, двигаемся дальше. Значит, нам сообщили, что внешние жертвы без внутреннего раскаяния не работают. 28-й отрывок. 28-й отрывок звучит так. Значит, дальше нам говорится такая интересная вещь, что лжесвидетель, лживый свидетель, дословно, это тот, кто шав, ведвар, казав, ну то есть лжесвидетель, назовем это так, но тут имеется в виду не в суде свидетель, а что-то другое. Он потеряется, он исчезнет, а человек, который слышал Шоме и Шомеа, навечно будет говорить. Что имеется в виду? В каждом поколении, вот начиная с Авраама, был Авраам Авину, первый еврей это был Авраам, он с Богом установил контакт. И он начал ходить и рассказывать, что есть Бог единый, который создал мироздание и всем управляет. Его останавливая, его привели к Немроду, Немрод это был царь такой, и Немрод ему говорит, послушай, говорит, я, идолопоклонник, я поклоняюсь огню, я тебе говорю, что огонь сильнее, чем все. Авраам ему говорит, нет, говорит, вода сильнее, чем огонь, вода гасит огонь. Тот подумал, подумал, говорит, да, гасит огонь. Хорошо, говорит, поклоняйся воде. Он говорит, а как я буду поклоняться воде, если вышло солнце и высушило всю воду? Он говорит, поклоняйся солнцу. Авраам ему говорит, а туча закроет солнце, и что теперь, нету солнца? Он говорит, тучи поклоняйся. Он говорит, ветер подует, значит, и отгонит тучу. Он говорит, ну ветру хоть поклоняйся. Авраам говорит, нет, не хочу я никому поклоняться, это все частности. Я поклоняюсь хозяину мира, который все это создал и всей этой системой рулит. Богу, творцу, создателю мироздания, который все это создал, запрограммировал и поддерживает жизнь. Неврод говорит, слушай, я никакого твоего Бога не знаю, надо чему-то конкретному поклоняться. Я поклоняюсь огню, говорит, поэтому давай мы сейчас тебя бросим в огонь и посмотрим, победит ли твой Бог, спасет тебя твой Бог или нет от огня. Авраам говорит, давай поехали, значит, его бросают в печку, он три дня ходил по печке, говорит, предание и не сгорал. Значит, и в это время его брат Авраама, он думал, если Авраам победит, пойду за Авраамом, если победит Неврод, огонь победит, пойду за Невродом. Потом брата бросили тоже в огонь и он сгорел. То есть, что это имеется в виду? Имеется в виду то, что уже сразу, когда появился Авраам, были трактовщики рядом с ним, которые трактовали его веру, его слова по-своему. Когда Машер Абену получил Тору, получил он Тору от Бога и получил Тору со знамениями, там такие были, море расступалось, десять казней. То есть, ну просто было нереально, как бы все услышали Бога, все осознали и поверили, написано, все люди поверили в Бога и в Моше, его раба. То есть, Моше полностью в него тоже поверили, что он говорил все от Бога. Ровно буквально через несколько лет появляется его двоюродный брат Корах, который начинает опровергать, прямо при Моше, начинает опровергать, что Бог сказал Моше, он начинает Моше обвинять в том, что Моше неправильно там понял Бога. В каждом поколении появлялись такие люди, как был Шабтай Цви, как был Яков Франк, который вообще сказал, что Богу надо служить через извращение, через там сексуальные извращения. Вообще он полностью говорит, вот было мне видение, сказал Яков Франк, что значит надо Богу служить вот так. Или там Шабтай Цви, который взлетал, говорят, что он взлетал в синагоге до потолка и там делал чудеса и в него поверили, очень много людей в него поверили, как в Мессию. То есть, были в каждом поколении люди, которые называются лжесвидетели, которые извращали и которые говорили, что Бога и Тору надо понимать вот так. И что проходило несколько, иногда сразу же становилось понятно, что они врут, иногда через пару поколений, но эти люди, они исчезали. И это о чем говорится? Это говорится, что лжесвидетели, вот эти лжесвидетели потеряются. Человек, который слышал, то есть тот, который реально слышал своих учителей, и он их услышал, и объяснял своему поколению на языке, понятном поколению, он на вечность будет говорить. Такие люди тоже были в каждом поколении Рамбам, Рамбан, это тысячи лет назад. Были такие люди, как, например, Рамхаль, Рамушеха Млуцата, такие люди, как Аризаль, такие люди, как Бааль Шемтов, как Бааль Атания, как Рабин Ахман, как Рафшимшан Рафаэль Гирш, как Раф Кук, например, да, ну и так далее. То есть были люди, которые, они слышали от своих учителей, и они потом то, что они слышали от своих учителей, они говорили, но они все время как не искажали то, что они слышали. Они, значит, их слова, когда на вечность они сохранятся. И мы видим, что действительно проходит время, и время все ставит на свои места. Понятно, кто лжепророк, а кто настоящий. Дальше, двадцать девятый отрывок, я хочу сегодня закончить как раз двадцать первую главу. Значит, АЭС ИШ РАША БЕФАНАФ ВАЯШАР УЯХИН ДРАХАВ Значит, дерзкий человек, злодей перед ним, дословно переводится, и прямой тот, который понимает, готовит свой путь. Значит, прямой тот, кто готовит свой путь. Значит, здесь говорится, это все относится к предыдущему отрывку. То есть, приходит, например, Итан, ну не Итан, кто-то другой, послушал, послушал царя Соломона, говорит, я все понял, говорит, значит, надо шаббат перенести на воскресенье. Значит, это кто он в этом случае? Он злодей, потому что как он может сказать, что шаббат надо перенести на воскресенье, если суббота это суббота, воскресенье это воскресенье. Как он может сказать, что субботу надо перенести на воскресенье? Значит, вот эти вот, которые идут против Торы, они обычно обладают вот такой дерзостью, чтобы сказать, что то, что делали предыдущие поколения, это неправда. И значит, Аиш, человек прямой, но человек прямой, у которого прямая голова, прямая логика, он что? Он поймет. Он поймет, потому что он Яшар, он прямой, и он поймет, зачем было Богу менять правила. Но зачем Богу менять правила? То есть, Бог создал мир, установил правила, все, правила есть, не надо, зачем их менять? Вопрос, или ты принимаешь правила, или ты выдумываешь свои. И все, кто выдумывали свои правила, нужно четко понимать. Вот когда кто-то мне начинает что-то рассказывать, я говорю, откуда ты знаешь? Он говорит, ну там, от Пети, я говорю, а Петя откуда знает? От Васи, а Вася откуда знает? От Карла Маркса, а Карл Маркс откуда знает? Сам придумал. Я говорю, вот до свидания, давайте посмотрим цепочку, когда ты ведешь, то появляется всегда какой-то сумасшедший, который придумал. Я говорю, зачем? Есть конкретная, вот, есть конкретно вот Тора, да, почему я верю в Тору? Тора была получена 3300 лет назад. И история еврейского народа, история Израиля доказывает, что те, кто держатся за Тору, это вечность. То есть, представьте, 2000 лет не было государства Израиля. Ну как такое вообще может быть, что 2000 лет не было государства? Вот на этой земле было, и эта земля была пусто. Вокруг Ливан заселен плотнейшим образом. Газа, самое плотное заселение в мире на квадратный метр, самое плотное. Египет заселен, вокруг все заселено. И держится кусок земли, который рай на земле. То есть, если кто-то был в Израиле, если вы видели Израиль, это реально рай на земле. То есть, страна с невероятной вообще экономикой, ресурсами, все. Почему этот кусок земли был не заселен 2000 лет? Объясните мне. Есть какая-то логика в том, что 2000 лет эта земля была пустыня, вообще не заселенная, вообще там жить было невозможно. И потом, когда проходит время, которое было предсказано пророками, время изгнания, значит, и бах, евреи возвращаются, и появляется опять государство Израиль. Где такое было? 2000 лет назад. Давайте восстановим Хазарси Кагана, да? Давайте татаро-монгольское иго, этот самый Чендисхан, он весь мир захватил. Давайте сейчас монголы скажут, верните нам Китай. То есть, Чендисхан владел Китаем, они скажут, верните Китай нам. Мы решили восстановиться. Монголия скажет, да? И вот представьте, вдруг Монголия вернула себе все, что было тогда, Золотая Орда это называлось, да? Страна Чендисхана, она охватывала, в нее Китай входил там, он вообще полностью владел почти всем миром. Невозможно это. То есть, только видно из истории еврейского народа, из истории видно, что Бог дал вот это знание, и его не надо менять. Поэтому, поэтому, значит, все, что выдумывают, если логикой копнуть в любую выдуманную схему, вы наткнетесь, все равно вы дойдете до человека, который скажет, мне это приснилось, мне это, мне это вот так вот привиделось мне, что надо все поменять. Нет. Бог установил закон, Бог свой закон не меняет. Все. Теперь дальше. 29-й отрывок. Аэсиш, это мы говорили, что злодей, у него есть дерзость восставать и менять. На Бога, на праведников, на мудрецов. Понятно, да? Теперь дальше. Эн хахма, вэн твуна, вэн ицали нега ташем. Значит, это очень известный отрывок 30-й, что нету мудрости. Это сейчас пошло практика. Вот это сейчас, все, кто любят практику, сейчас получат такую практику, что просто вообще уникальнейшую практику. Хотя мы затянули сегодня, но ради практики стоит 5 минут еще подождать. Значит, смотрите. Два последних отрывка в 21-й главе, это чистая, практическая, прямо схема, которая, я считаю, что должна стать фундаментом для принятия всех решений. Значит, звучит 30-й отрывок так. Эн хахма, нету никакой мудрости. Эн твуна, нет никакой логики. Вэн ицай, нет никакого совета, если это идет против Бога. То есть, ничего не сработает, если это идет против Бога. Вот есть стора. И у человека есть какие-то соображения. Он думает, вот если я перестану соблюдать, если я перестану то, если я перестану это, мне будет лучше. Не будет лучше. Никогда не будет лучше. То есть, прямо царь Соломон нам пообещал. Не выдумывайте. Бог управляет всем. И Бог, который дает... Посмотрите вокруг. Люди вот так вот, как... Жил человек 30 лет, умер. 30 лет, умер. Был богатый, разорился. Был умный, разорился. Был там счастливый, женился. Женился и потом развелся. И там смеется, потому что он любит эту тему, женился, не женился. Значит, смотрите. То есть, человеку только кажется, что он управляет своей жизнью. Любой человек, который прошло время, он понимает, что жизнь управляют черные лебеди. Как этот Нисим Талеб сейчас открыл. Он говорит, послушайте, все эти статистики и так далее, это все придумали ученые и эксперты. По факту, жизнь управляют черные лебеди. Вот он подкрался незаметно, этот черный лебедь. И значит, и все сломал. Все расчеты он сломал. И поэтому нас царь Соломон предупредил. Нету хохмы никакой. Нету лодики. Нету никаких советов и решений. Если это идет против Бога. То есть, если у тебя не является главным, как бы, твое приближение к Богу. То все это может сломаться. Никакой силы против Бога нет. И дальше он продолжает эту идею. Он продолжает. Но опять вот сейчас глубже он чуть копнет. Смотрите. То есть, предыдущий отрывок, это не значит, это не значит, что ты не должен применять мудрость, применять логику, применять советование с мудрыми людьми. Ты все это должен делать. И безусловно, объясняют комментаторы, безусловно, это повлияет позитивно на твою жизнь. Безусловно. То есть, если ты применяешь все, что ты, ну, все правильные вещи, то тогда, тогда оно все работает. Но против Бога оно не работает. И второе, глубокое вот объяснение предыдущего отрывка с помощью последнего, первого, с помощью вот этого коня, нам объясняет царь Соломон еще один такой вот глубинный слой. Он говорит, есть у человека личное проведение, то есть, его личная жизнь. Есть общественное проведение. Это жизнь страны и жизнь мира и жизнь, ну, глобально таких больших чисел. Теперь, то, что человек думает, выдумывает для себя, оно, безусловно, влияет на его частную жизнь. Но он должен понимать, что если он попадает в жерновая история, то никакие, никакие его личные расчеты ему не помогут. То есть, когда начинается Милхама, война, то все мудрости, премудрости, заначки на черный день, какие-то эти, все, пошла война, как катастрофа. Все умные, все развитые, все пошли, к сожалению, куда? Или СССР. Был СССР, евреи там копили, что-то они там, вот я себя, как бы, обеспечена старость, да, пенсия, не пенсия, бах, СССР, ничего не осталось. То есть, когда идет общественное вот эти жернова, то личное, оно теряется. И здесь самый хороший пример для меня, я как раз найду эту статью и ее размещу. История, есть такой чай Высоцкий. Кто живет в Израиле, знает, в Израиле 70% рынка чая, это чай Высоцкий. Там очень много чаев в любом магазине, 70% полок чайных занято чаем Высоцкий. Теперь семья Высоцких, история семьи Высоцких. Значит, был первый Высоцкий, он учился в Яшиве, и он изучал вот то, что мы сейчас с вами изучаем, он это изучал. И потом, в какой-то момент, он начал заниматься в России чаем. Он ушел из Яшивы, он всю жизнь оставался соблюдающим евреем, соблюдал все. То есть, он получил вот этот вот фундамент знания, как работает мир, но решил заработать, подзаработать. И он через какое-то время, ему принадлежало 30% чайного рынка России. Это был, ну, по сегодняшним деньгам он стал миллиардером. В России любили чай, говорили, чай Высоцкий, сахар Троцкий, а вся Россия потом чай оказалась Троцкий. Да, то есть, теперь история его семьи. Он сам был соблюдающий религиозный еврей, но который поставил деньги на первое место. Его дети уже были не соблюдающие и не религиозные. А они поддерживали кого? То есть, они же были все равно, они добрые были, честные. Они хотели освободить простой народ, сделать людям добро. И они кого начали поддерживать? Социалистов разных, эсеров и так далее. То есть, они начали расшатывать вот это вот самодержавие, царская Россия, которая была не подарок вообще, уничтожали людей, держали в рабстве там всех крестьян. То есть, такие они были, ну, преступники, преступники, да. И они решили, добрые люди, но не религиозные, решили вмешаться. И они расшатали эту всю историю. Начинается революция, у них все отобрали. Все у них отобрали. И они, значит, те, кого они поддерживали, потом пришли коммунисты. И они остались без бизнеса, потому что в России все у них забрали. Они уехали в Европу. В Европе они опять начали этот чайный бизнес раскручивать, раскрутили, раскрутили. И всего лишь одна была семья, они вернулись, они вернулись к Тори, и они уехали в Израиль. Одна ветка Высоцких вернулась к Тори и уехала в Израиль. Маленькая, они сказали, мы хотим жить в Израиле. Те говорят, да что там в этом Израиле, там сейчас бедно, Палестина. Это как раз было там 30-е годы еще, ну, вообще до войны. Они говорят, нет, вы знаете, мы религиозные люди, мы уедем в Израиль, будем жить в Израиле. И что? Начинается в Европе 30-е годы, конец 30-х годов, нацисты приходят в власти. И все, что в Европе построили Высоцкие, вместе со всеми Высоцкими, всех уничтожили. Кто остался? Та ветвь, которая уехала в Израиль, по религиозным соображениям, они что? Они на сегодня 70% чайного рынка Израиля принадлежит компании Высоцкие. Я не знаю, насколько лично там они соблюдают, не соблюдают. Кто остался из той семьи? Но вот это вот интересная такая история, которая показывает, что нет никакой мудрости, нет никакой логики, нет никаких решений и советов, если это идет против Бога, все рушится. И коня можно и нужно готовить к войне, но победа будет от Бога, потому что, когда начинаются такие общественные процессы, у Бога свои расчеты, и один человек, попадая в эти жерновые истории, его перемалывает, перемалывает и перемалывает. Поэтому каждый на своем месте должен стремиться куда? К Богу. И давайте подведем короткий итог сегодняшнего урока, да, что первое, цадик, он дает и радуется, то, что я понял. Второе, что все вот эти вот пар и пустота, которые выдумывают разные учителя, не нужно. Есть царь Соломон, он сказал, что делать, вот надо делать, учить и делать. Просто, понятно и четко. И третье, что никакие расчеты, они не работают, если это идет против Торы и против Бога. Потому что любой путь, который идет в сторону от Торы и в сторону от Бога, он заканчивается пропастью. Все, друзья, удачи, успехов. Обязательно напишите свои личные выводы, комментарии, вопросы. Очень важно, чтобы мы не просто послушали и забыли, а чтобы сделать вывод. Выводы, которые будут нас вести по жизни. Все, удачи, спасибо вам огромное. Я от этих уроков получаю очень много, потому что, когда ты даешь, то сам же больше получаешь. То есть, Бог мне дает понимание, только потому, что я хочу передать все, что знаю, передать вам. Есть пертьявод Мишна, которая говорит, что... Если ты учил много Торы, не держи добро для себя. Для этого ты создан, чтобы делиться своим знанием. И я хочу делиться, а Бог мне открывает. То есть, поэтому, чем больше вас будет приходить на урок, тем больше Бог будет мне открывать знаний. А я все расскажу. Ничего для себя не буду держать. Буду делиться всем добром с вами. Все, а вы делитесь дальше. Потому что, чем больше вы делитесь, тем больше вам Бог дает. Поэтому поставьте вот внутри вот этот вот тумблер на то, чтобы больше давать. А что проще всего давать? Свет Торы. Все, удачи, успехов. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова